Время стремительно идёт вперёд. Стала историей Великая Отечественная война. В 2020 году исполнится 75 лет со дня её окончания. За эти годы выросло несколько поколений взрослых людей, которые не слышали орудийного грома и взрывов бомб. Но война не стёрлась с людской памяти. И забыть те дни нельзя. Тогда невыносимо было всем. И старым, и малым, и их близким. Но особенно страдали дети. Страдали от холода и голода, от невозможности вернуться в детство. От кромешного ада бомбёжек и страшной тишины сиротства. Закончил я пять классов. Это уже 42-й год пошёл. А вот этот брат у меня, он тоже, он в восьмом уже классе учился. Ну вот. А у тётки на квартире мы были. А уже в шестой класс. Мать говорит, ну ты не пойдёшь в шестой класс. Ну, а отца забрали. Никаких сбережений и запасов не было. Вот. Мать говорит, и ходить не в чем будет в школу, и нечего кушать, давать там у тётки, у самой там пятеро детей малых. Ну, вот. Я не пошёл уже в шестой класс. Ну, сколько мне-то, 13 лет было, вот. Одним днём доезжали до Царевщины. Там квартира была в Васинах. Ночевали. А утром рано, чтобы. А там съезжалось. Там несколько. Вот Красноярский район, там ещё много. Там Елховский район приезжали все на лошадях. Там женщины, девчонки, ребятишки. И занимали очередь. Там под воду, наверное, 70 было. Ну, вот. Каждому хотелось пораньше заправить, потому что ехать далеко. Ну, вот. Если рано заправишь, так мы одним днём добирались до своего посёлка. А если где-то до обеда не заправишься, приходилось там, не доезжая Красного Яра, в Ветлянке ночевали. Вот две бочки по 250 литров и керосина для тракторов в МТС возили. Приезжаешь там, в МТС сливали это. И там день отдыхали, а потом опять уезжали. Там вот, ну, 250 литров бочку, конечно, там не осилишь один, но все друг другу помогали. Там женщины, девчонки такие, которые постарше нас были, друг другу помогали. Ну, и вот так вот ехали. Все было, и колеса деревянные, все было, такое расстояние, то колесо сломается, все, скачешь верхом в свой посёлок, берёшь это колесо, волоком его там за вожжи тащишь. Ну, всё приходило. Трудно, конечно, но как-то это, мирились там с этим делом. В 42-м году я пошёл сначала, хотелось учиться, пошёл в 6-й класс, вот. Ну, и проучился я до 19-го ноября. До 19-го ноября проучился. Тот приехал директор МТС в школу к нам. С директором школы заходят, ну, дети встают. Он обычно говорит, садитесь, садитесь, а это молчит, что-то смотрит так. Ну, и выбрал нас 8 человек, так, пацанов покрупнее немножко. Ну, и к доске, ну, выходите, к доске я вышел. Ну, вот, ребят, как вы учите там, скажите, вот, хочешь уже, конечно, да. Ну, война скоро закончится, недолго пробудет, потому что наша армия сильная, там, сейчас уже победы, недалеко уже, и тогда. А сейчас надо учиться на трактористов, в Рокопке будете учиться, вам из колхоза дадут по 5 килограмм в месяц, муки будут давать, и надо ходить туда. Ну, на квартиру там, там общежитие будет, ну, если у родственников есть, у родственников. Ну, надо мамку спросить, ну, идите, а завтра скажете результат. Ну, вечером прихожу домой, говорю, мама, вот так и так. Она говорит, ну, а что, все равно не про участи. Брата в Елховку обучать уже, военному делу берут, вот, а тебе учиться не придется, давай. 5 килограмм муки, это уже что-то, вот. Ну, и так пошел на курсы, там, 14 километров от нашего села, от Дараковки, вот там я на квартире был. Вот, ну, трудно было, вот, до марта месяца картошки у нас хватило, а потом кончилась картошка, а в колхозе всего один раз дали 5 килограмм муки, больше председатель говорит, больше нет, все, давайте, как-нибудь. Сейчас Виктору Ивановичу Косымову 92 года. Но даже мирное небо над головой не дает забыть ужасы, пережившие в годы Великой Отечественной войны. Детство Виктор Косымов провел в селе Каменка Елховского района. Будучи школьником, 12-летний мальчишка с начала войны работал в колхозе. Где-то числа 15 марта мы закончили учиться, ну, и нас распределили по тракторам, вот. Ну, весна наступила, начали барновать, пахать, сеять. Ну, а что там, пацаны там, вот. Ну, помнится такое вот, что я прихожу, значит, а уже, ну, рано, весной-то начинает, там же утром заморозки, да. А в тени, в общем, были галоши у меня развалились. Мать говорит, как же пойдешь ты там иней, на траве иней, там полтора километра до тракторного отряда, ты просудишься. Я сейчас пойду у дедушки Козлова куплю лапцы, а я их никогда не одевал, лапцы. Я говорю, я не одену их, оденешь там, ну, там лапцы, там парчанки, там, мать приготовила, все, меня подбула. Ну, вроде, хорошо, тепло, вот. Ну, я пробежал там, вот, а мой трактор в ночь барновал, он к заправке заехал. Я уже в будку не захожу, вроде, никогда в лапцях не было, как бы, стесняюсь, да. Вот, и я прям к трактору, да, заправили трактор, и это, я поехал, да. А прицепщика надо барновать там, барновали, а прицепщика... Бригадир подошел, я говорю, дядя Вася, а прицепщика нет, барнов забьются кто? Ну, ты на первую скорость ключ, пусть он потихонечку идет, а ты спрыгнешь, и барнов... Потому что их, когда стоит машина, их не стряхнешь, надо на ходу. Вот, ну, а там два полотна, они, каждый не меньше, как 30 килограмм в этой бароне. Вот, поднять надо и дергать на ходу. Ну, я пока бежал, дергал, да, трактор пошел на поворот. Думаю, сейчас, как он потащит, я быстрее бросил и бегу, вырвусь его. А эта оборка-то отвязалась от лаптей, и за прицепщика... Я не дотянулся до руля-то, она меня тянет. Все же дернул, если бы еще минутку одну он меня накрыл этими баронами. Ну, я выключил скорость, напугался, сел, отдохнул немножко. Разуваю эти лапти, один в одну сторону бросил, другой в другую сторону. Вот, ну, и босиком. Вечером прихожу, мать спрашивает, а где лапти? Я говорю, вот так, так, мама. Я говорю, чуть не задавила меня этими баронами. Сегодня те мальчишки и девчонки уже ветераны. Хорошо ребята трудились. Правда, детство, какое и не есть, военное, все равно детство. Работают, работают, а потом играть станут. Не остановить. Но даже дети понимали, что на фронте еще труднее. И сами добровольно помогали фронту, чем могли. Их работа в те времена была настоящим подвигом. Своим самоотверженным трудом они помогали бойцам не сдавать позиции, а наоборот побеждать. Тогда не было то, что там по сколько часов. Бывало и сутки не выпрягались. И сутки. Вот работаешь, и под конец уже темнеет, да, вот раз. А трактора-то старое было, все. Запчасти почти не было. Так, сами клепали кое-как. Ну, сломал все. Бригадир подъезжает. Ну, что делать-то, как? Давайте вот, беги в МТС. Беги, вот 14 километров беги. Вот, беги там. Зайдешь в Березняки, там километра полтора, не доходя до этого, до МТС. Там Каханова дядю Федю попросишь. Он знает, где до войны бросали эти старые запчасти. Вот, там куча большая, пока металл не увезли, вот, там, походи, полазай, найдешь чего-нибудь. Вот, лазишь, лазишь, если хорошо найдешь, а не найдешь, что там давали лошадь или быка рабочего, запрягали. Пять-шесть человек собираются и едут. Вот, там, 25 километров до Красного Яра, они, значит, там, занимают в хлебных киосках очередь, а там уже человек 50, там, очередь. Вот, ну, и их там пять-шесть человек приедет. А продавщица, короче, больше не занимается. На лошади хлеб привозили, там, будочка. Хлеба не хватит. Ну, вот, и они всю ночь, они, ну, там, менялись, кто-то там, ну, квартира была, отдыхает, а кто-то там в очереди стоит. Утром рано открывают киоск, хлеб привозят по одному кирпичику. И вот надо было стоить взад-вперед 50 километров из одного кирпичика хлеба. Сколько горя было вокруг. Приносили похоронки, и, казалось, после такого удара человек головы не поднимет. Поселок у нас небольшой, 35 домов. Редкий день кому-то не приносили похоронку. Или от мужа, или от детей, или от родственников. Ну, и вот эти женщины из дома в дом бегали, собирались и ревели все. Но люди работали. Работали в шахтах, вспахивали мерзлую сибирскую землю, стояли за станками порой круглые сутки напролет, шили военную форму, дежурили в госпиталях, растили урожай в совкозах и колхозах. Сейчас Виктор Иванович о тех временах вспоминает... Ну, все время эти военные годы так напоминают о себе, конечно. Он как что-нибудь там вот... Ну, смотришь, молодежь, одеты хорошо, сытые такие. Говорю, вот, чего вам не учиться, чего не жить? Вот, учитесь. Да ладно, дед, ты что? Совсем хлеба не было. Я говорю, совсем хлеба не было. Вот. Ну, не верю даже, что такого надо. Самара достойна звания «Город трудовой доблести». К акции по сбору подписей может присоединиться каждый. Голосование на сайте samaradobleсть.rf Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова